Приветствую вас! Я думаю, что в первую очередь необходима вам психокоррекция. Это первое и самое главное. Психокоррекция в том смысле, что у вас очень много чувств, вы эти чувства выражаете, вы активно их используете, да, вы творите, вы творческий человек, все здорово, но этого на самом деле не достаточно для полноценной и комфортной жизни. Потому что, потому что, потому что ситуация по сути складывается таким образом, что в жизни нужно еще использовать рациональную составляющую психики, которой у вас по сути дела не используется. Вот, практически. И именно отсюда, именно поэтому возникает такой момент, именно поэтому возникает такой момент, что вы делаете какие-то неправильные выводы. Ну, неверные, деструктивные выводы из тех историй, из тех ситуаций, которые с вами происходят. Вот. Значит смотрите, как не бояться строить новые отношения. Начнем определить, зачем вам вообще нужны отношения. То есть парадокс в том, что отношения вам сами по себе не нужны. Вы либо хотите делать человека счастливым кого-либо, кого-нибудь, либо нет. Все. Занавес. Других вариантов попросту нет. Еще раз. Вы либо хотите делать человека счастливым, либо нет. Все. Занавес. Отношения сами, как таковые, не нужны людям и не нужны они вам, на самом деле. Отношения, как таковые, не могут быть самоцелем. Это то, что я хочу вам сказать. Это очень важная история. Это очень важный момент. Дальше. Чтобы устраивать отношения, нужно доверие. Ну, я надеюсь, что вы с этим согласны. Чтобы устраивать отношения, нужно доверие. Чтобы доверять человеку, кому угодно, ну, нужно, естественно, доверять себе. В первую очередь. Потому что без доверия себе ничего не получится. Это следующий момент, который вам необходимо уловить. Доверие себе. Что такое доверие себе? Это умение полагаться на свои чувства, не бояться их и адекватно выражать свои чувства. Дальше. Значит, если до этого много раз обжигалось, вас, они с парнем предавали, обманывали, и так далее... Ну и исследовать ваше поведение, ваше отношение. исследовать и корректировать, скорректировать ваше поведение с ними, скорректировать восприятие парней, скорректировать критерии парня, скорректировать ваше женское поведение, тогда ничего не будет. Но когда вы говорите предавали, обманывали, вы говорите про себя, что не обрадовали мои ожидания. Сейчас никакой веры к мужскому полу почти нет. Ну, вы знаете, вам не нужно верить в мужской пол. Потому что вы хотите сделать мужчину вот кем-то вообще, просто к Богу своим. Нет. Ни один человек не сможет быть для вас Богом, ни один мужчина не сможет быть для вас Богом, поверьте мне. Поэтому полагаться нужно на себя в первую очередь. В любом смысле устраивать партнерские отношения с мужчинами и абсолютно не нуждаться в том, чтобы делать из них Богов. Дальше, мне 22, я романтичная творческая натура, пою, рисую, пишу стихи и так далее. Из-за этого я очень трепетно отношусь к происходящим событиям. Какими? Почему трепетно? Знаете, одно дело вы творческой, а другое дело вы просто принимаете все на свой шерп, это разные вещи. С детства мне вмешали все сериалы книги родителей, что нужно ждать любовь, все ради любви делать, в общем, с ума сходить и так далее. Но это, по сути, полное стирание личной границы между вами и другим человеком. Поскольку это очень деструктивная позиция, то я не удивлен, что вас продавали и обманывали, потому что, по сути, люди заширались от вас. В первую очередь нужно уметь говорить «нет» родителям, после этого уметь говорить «нет» себе и потом уже говорить «нет» другим людям. Так и случилось, влюбились парни, которым этим пользовался, пользовался моей добротой, любовью и заботой. «нет» Он не пользовался, это вы позволяли собой пользоваться. Для чего? Все это длилось шесть лет. То есть вам двадцать два, так, вам двадцать два. Я не соображаю, шестнадцать лет получается вам было, когда вы влюбились в первый раз. Как бы, я могу только спросить вас, вы детскую любовь и влюбленность принимаете на веру, будучи взрослым? Потом я не выдержал силу, а с кем бы другим не пробовал отношения, в кого бы не влюбилась, либо не нужна им, либо нужна тем, кто не нужен мне. Ну, здесь вас, как бы сказать, переносит ответственность. То есть, когда вы не нужны, вы пытаетесь за счет других людей получить то, что вам не хватает. А люди вам другие не нужны, потому что у них ничего нет, что вам нужно, либо у них есть то, что вы себе отвергаете. То есть, по факту, вы считает о том, что вы не принимаете сами себя. В общем, пара лет сидела вообще одна, даже не с кем было прогуляться просто. Ну, а почему так? Вначале, если ничего уже не будет, хотя я красивая, умная, нормальная девушка. Что значит, нормально? В общем, весиловать одна, ну или сдать великую любовь, ее нет. Именно в этот момент, сейчас она стала ухаживать парень, очень хороший, военный, как я мечтал. Ну, опять же, вы можете сблизиться с парнем, но обязательно учесть, нужно свои предыдущие ошибки и во многом полагаться на себя. Уметь, еще раз повторю, говорить нет. Вот умение говорить нет, это умение выстраивать лишние границы, вам нужно учесть. Я боюсь не начинать отношения, потому что боюсь обжечь, не доверяю. Плохо его знаю еще, да и даже если узнаю, все равно, наверное, буду настроен на плохое, буду на кровь, что-то. Вы не хотите развиваться? Вот, вот, чувак, вы должны понимать, что боль, это, эээ, стыдник размыть, и когда вы испытываете боль, вы развиваете, ну, не выводы делать. Нужно просто следовать своим чувствам, следовать своим чувствам, направленным на другого человека и отделять эти чувства от своих. Для чего нужно, доверяй себе. Дальше, и сижу сейчас, и не знаю, что, эээ, так, эээ, и самое главное, мне верно, что люблю этого парня. А что по вашему любви? Мне кажется, что вы хотите любить. Вот я опять же не знаю, как у вас происходит взаимодействие с Мишиной, но мне кажется, что вы хотите любить, потому что сами себя, вот, сами по себе вы не чувствуете себя достаточно. Дальше, эээ, так, мне кажется, что это не та любовь, которую я ждала, о которой мечтали. Такой любви нет, потому что такая любовь, любовь такая есть только в вас самой. Я сейчас не знаю, что делать. Делайте бы что, пацан думает, что он меня предаст, изменит, обидит и т.д. Хорошо. Что вы будете делать в этом случае? Человек действительно может что-то сделать. Вы никогда не получите стопроцентной гарантии, что этого не произойдет. Вы не умеете жить здесь и сейчас. Вы же здесь и сейчас не живете, потому что хотите-хотите безопасности. И ответственность за безопасность свою вы перекладываете на другого человека. Вот и все. Действительно, если же вам нужны правила, четкие личные правила, которые помогут разобраться в сложной ситуации. Ну и конечно, мнения четко говорить нет. Дальше. Пацаны думают так, хотя парень мне нравится, как и чем нравится, как проявляется симпатия. И что сейчас за предник ранен кого-то не пропускать, ну, ранен можно проработать. Если это и не любовь, то как в реалах, так что, теперь выпускать хорошего парня и ждать еще непонятно, сколько тут само любовь. Да нет, ждать не надо. А вот отношение к парню, как вы его воспринимаете, разобрать стоит. Нельзя воспринимать человека как средство. Если я никогда ее не надеюсь, а зачем она вам? Зачем любовь? Почему вы так нуждаетесь в любви? Дарья. В общем, совсем запуталась. Что скажете в такой ситуации? Ну, в принципе, сказала. Как от этого избавиться? Это надо не избавляться, от этого нужно не избавляться, а раскрывать. Раскрывать и обращаться себе на пользу. В этом может вам помочь специалист. Обращайтесь, будем рады помочь. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.